В преддверии Нового Года одно из любимых занятий – просмотр фильмов. Сейчас весь мир с замиранием сердца ждет второй части «Аватара». А вот что происходит в сфере отечественного кино, расскажет Егор Глазунов. Егор, что нового в российском кинематографе? В прошлых выпусках мы говорили про возможный кризис в данной отрасли. Но сейчас, кажется, рекорды бьет не только количество зрителей в кинотеатрах, но и большой выбор российских премьер. О них сейчас расскажу поподробнее. Какой Новый Год без елок? 1 декабря в прокат вышла девятая часть известной франшизы. Правда, теперь без Ивана Урганта и Сергея Светлакова. Главной звездой кинокартины стал Федор Добронравов. Как и прежде, зрители увидят героев из разных городов России. Они будут готовиться встречать Новый Год. Кстати, уже вторые выходные подряд «Елки-9» лидируют в кинопрокате стран СНГ. Фильм собрал более 270 миллионов рублей. Еще одна популярная новинка – детективный триллер «Тень взять Гордея» с Олегом Гаасом и Филиппом Янковским. По словам актеров, этот фильм – история о русском Джеймс Бонде. Правда, сила главного героя не в нанотехнологиях, а в его нравственных качествах. Он простой и честный человек, а его главная задача – поймать неуловимого шпиона. Сценаристы признаются – придумали сюжет на основе реальных уголовных дел, чтобы совместить в нем зрелищность и достоверность. Если триллеры не любите, то среди новых фильмов можно найти драму «На выдохе». Это фильм о дружбе выпускницы детского дома Саши и ее друге Коли, который передвигается на инвалидной коляске. В картине вместе с актерами Еленой Подкаминской и Федором Лавровым снимались и жители Мурманска. А сам фильм был удостоен награды на международном фестивале кинематографических дебютов «Дух огня». Приз зрительки к симпатии, наверное, можно вручить и создателям романтической комедии «Тайны Санта». По крайней мере, об этом говорит прибыль картины. За предыдущий уикенд она заработала около 32 миллионов рублей. Главные роли в фильме исполнили Роман Курцин и Зои Бербер. Их герои работают в одном офисе и недолюбливают друг друга. Сюжет меняется на 180 градусов после того, как коллектив решает провести новогоднюю игру «Тайны Санта». Сменилась ли ненависть героев любовью в преддверии главного зимнего праздника, уже можно узнать в кино. Да, уходящий год насыщен новинками отечественного кинематографа, так что последние выходные перед сессией можно устроить настоящий киномарафон. Главное не перепутать билеты с учебными и полностью погрузиться в сюжет.